Вы кондуктор, вы водитель? Да. Через сколько минуток? Диспетчер. Диспетчер? Да. Расскажите, какие меры на линии принимаются? На каждой конечной производится санитарная обработка. Поручни и все, что касается, затрагивается. И утром, вечером дезинфекция полностью самая. Расскажите, как вот, что используете? Санитарная обработка. Нет, больше, это же, или это вы делаете? Да, мы тоже делаем. Вот такой раствор. Чаш. Обрабатывается, мочится и все поручни протираются. Сначала проводится санобработка, потом идет посадка пассажиров. Скажите, а вы... В зоне отстоя машина стоит, потом подъезжать на погрузку на остановку. Вы как диспетчер, представитель автоперевозчика, как-то? Да. Скажите, мы доводили, совместно, с администрацией города, чтобы в салоне транспортных средств были памятки для жителей. Почему сейчас? Где? Они должны быть, скажем, транспортных средств, памятки для жителей. Полтора метра, метра, да? Полтора метра, про карманы. Нет, полтора метра, метр. Или памятки, ну, про вирусный отдел, про меры профилактики, что делать. Вот здесь, да, вот здесь, в данном автобусе, я не вижу вот этой информации для пассажиров. Это неправильно. В случае безряда выходящей на нас не похоже в ближайшее время. Исправьте, обязательно. А влажную здесь, например, делаете что-то? Влажную все, да. Вопрос к вам пока. Перчаток хватает? У вас хватает? Все, в наличии есть. В диспетчерской все достаточно. Даже если порвались перчатки, мы не меняем. С маской водитель всегда маска. Обязательно. А чем вы делаете влажную уборку пола? Здесь висит тоже разводят и выбирают. А чем он там не состоит? Руками? Нет, разбрызгивается и подметается. А утром-вечером предприятие через мойку с дезинфекцией. А чем разбрызгиваете? Разбрызгивает? Ну, просто вот разбрызгивает и... Чем подметаете? Полилизаторы такие. Это вот для протирки, а другой полилизатор. А где полилизатор? А? Полилизатор где? У водителя. Ой. Покажите. Вот просто полилизатор отбрызгивается все и подметается, чтобы не поднимать пыль специально полилизатор. В соцсетях начали поступать жалобы просто там депутатам в администрацию по поводу того, чтобы транспорт у нас начал ходить не своевременно, не тот транспорт начал ходить, графики начали не соблюдаться. Ну и о том, что вообще обстановка какая внутри транспорта. Обрабатываются они, ездят ли водители в масках. Поэтому такие рейды начали мы проводить. Вот сегодня такой первый рейд совместно с администрацией, с министерством транспорта. Ну, намного меньше стали перевозить. Процентов, я говорю, на 70. Какой-то возраст, возраст есть определенный? Почащие не ездят? Ну, в основном люди на работу едут, средний возраст так. Средний возраст? Да. Скажите, у нас пропускной режим вводится. Вы получили от работы, да, тебе уже необходимо? Чтобы добираться на место работы? Да, да. В данном автобусе грязно. Поэтому если с утра была уборка на выходу на линии к обеду, вот такая ситуация... Все это сейчас приведется в порядок. Значит, принимать меры так нельзя? Нет, нет, он все приведет. У него в данный момент обед кушает, потом все приводит, дезинфицирует, потом на погрузку. Сегодня замечание следующее. Во-первых, мы увидели автобус, где достаточно грязно, сделали замечание. Это все устранится. Во-вторых, мы увидели замечание в некоторых подвижных составах, нету памяток для населения, о том, о телефонах горячей линии, о мерах профилактики по распространению коронавируса. Это тоже замечание. Ну и в проходящих автобусах мы видим, что некоторые водители все равно не пользуются масками. Давай на следующую неделю. Паша, Паша. Общаемся? Давайте. Меня зовут Позащенко, главный центр транспорта и дорожного музея. Чернов Евгений Александрович, депутат Саратской городской думы. Ну, как вас зовут, можете сказать, не хотите, не надо. Мы пока в качестве... Меня Николай зовут. Алексей. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот в условиях эпидемии, той ситуации, которая есть, ну, наверное, все вы знаете. Ну, у всех тяжело, в кореисти, скажем. Тяжело. Такие-то дополнительные меры вы принимаете? Вот я смотрю, малорой человек в маску одел. Ну, а нам никто в маску не выдаёт, а они дорогие. Вот тоже маски. То есть используете, да? Да, в машине маски, перчатки есть, обрабатываю. Количество пассажиров, количество заказов, как у вас изменилось? Не уменьшилось. Не ездят. Люди... А потому что предложение по 300 рублей до увека. А вот скажите, по ценам, потому что некоторые такси, они снизили, наоборот, кто-то повысил. Вот у вас какое... Да, вот смотрите, я лично 300 рублей ввожу до увека, потому что мне туда-обратно съездить 150 рублей, я на движение трачу. Я сроки двое. Я доезжаю до станции заправочной, потому что я обеспечен тоже топливом, как вы понимаете. Транс, сколько стоило до увека в ситуации такси? 300 рублей, а оттуда 500. Я работаю на Чернышевске, 50-50 рублей. А ралли сколько стоило? 250-270 можно было доехать. А вы какие такси? Завышают цены. Необходимо безопасность. Пассажиры заходят, и на самом деле есть такси, которые предлагают и маску, которые предлагают дезинфекцию, средства, которые дезинфекция. Это есть, но есть такие, которые не предлагают, и у которых, соответственно, грязно. Это одна проблема. Вторая проблема – это цена. Не взлетит ли эта цена из-за того, что такая сложная обстановка, и общественный транспорт ходить стало хуже. Вот эту грань необходимо будет соблюсти, чтобы была и безопасность, и ценовая политика, и доступность вообще, чтобы это все сохранялось. Поэтому мы не видим у некоторых водителей такси вообще произошло снижение цены. Кто-то, наоборот, резко поднимает, как вот частники, например, сегодня, частник объясняет, говорит, а я не поеду по другой цене. И, видя то, что есть на сегодняшний момент, других предложений нет. Поэтому необходимо, чтобы предложения не сохранялись, потому что такси, они имеют право у нас ездить. И они должны, соответственно, ценовую политику держать ту, которая позволит жителям ими пользоваться. Продолжение следует...